Если с погодой только повезет, то последний раз играли, так холодно было 2 сентября. Суцелянка, наконец-то, не Берлин. Идем в Маруце. С4, Саша. С4. Думает. Конь С3 или С4? С4 или Конь С3? У белых такой широкий выбор. Ну что, надо подумать, основательно взвесить все «за» и «против». Ну что, Саша, кстати, насчет основательного… Нет, Конь С3. Тогда это просто Дракон, да? Конь С6. Дракон с пешечкой на Д7. В нем есть своя тонкость. То есть черные не хотят идти на дракон-дракон. Так. С короткими маркировками. Очень крепко. Никаких контр-шансов. Х3. Против Конь Ж4 и Р4. Судя по всему, Саша исполняет то, что заранее изучал, знает. Взял. Ну что, Е5, что ли, да? Нет, С6. Вообще заканчивается эта тонкая грань знаний, и начинается более такая грань умений. Конь Д7. Все фигуры снова меняются. Как же они быстро делают неочевидную. Быстро меняются. Да, да, да. Совершенно неочевидные. Абсолютно. Столько много… Ну, сейчас ладью, видимо, подведет с ферзевой фланга, Саша. Хотя там, знаешь, было взятие на Д4 и ферзь С5. Переход в энджпель. Король H1. Просто можно сыграть пока. Или ладью вот здесь подвести. В принципе, после размина чернопольных слонов и черных король где-то слаб. Поэтому надо играть перферзя к белому. Мне кажется, установка Карслана, которую он себе дал на этот турнир, то есть играть быстро, легко. Быстро, легко и бестолково, да? Ну, как можно меньше сил тратить. Сейчас думаю, Е5 или Е6. Ага, Е6. Ну вот, существенна ли слабость пешки на Д6? Вот в чем вопрос. У белых тоже есть слабость на Е4, да? Д5 же черные хотят где-то после ладья Д8. Нет, ну, здесь сам Бог велел ладья А, Д1, ладья А, Е1. Пора ладью подвести Саше. В центру. Нельзя без игры. Медленно играют белые. Это можно сказать медленно, а можно подобрать другой эпитет, вдумчиво. Вдумчиво, да. Ну, просто такой ход, как ладья А, Д1, надо делать в пять раз быстрее. Вот, чем он сейчас сделал. Да, есть ходы, которые надо делать быстро. Карякин-крамник. Карякин-крамник. Ну, там какая-то сушка-утруска, насколько я вижу. Да, там какой-то как раз начался. Так. Опять Саша думает, пусть ладья А, Д8, собственно, надо что делать. Может быть, ферзя увести из-под удар, ферз Е2, скажем вот так. А на Д5, может быть, Е5 сыграть. Хотя, в любом случае, там слон на Б3 вообще не у дела у белых останется. Не видно перевеса-то? Перевеса не видно. Перевеса не видно, да. Важно понять, что белыми тоже иногда следует сыграть Если сыграть Ф5, тогда может последовать ЖФ, ЕФ и Е5. Да, вот Ф5. Так, смотрим реакцию ЖФ и на ЕФ Е5. Я думаю, такая реакция может последовать. Такой слона вскрыть. С6. Там Д5 же следующий ход. Там пешки покатятся у черных. А белые сами конь Д5 не смогут пойти? Ну да. Там после размена что будет? А, тогда будет… Значит, я избрал иную стратегию Магнус. Он ферзя поставил на Е5 и сказал, что ферз хороший блокер. Конь Х5, если туда… Конь Х5, видимо… Ф3, что ли? Да. Д5. А что, интересно сыграл Магнус? Ой, интересно. Ну, один из самых основных продвижений. Легкие фигуры белых, конечно, оставляют желать лучшего. Явно неудачно. Не там, не там. Надо куда-то переползать, а как переползать, непонятно. Ну вот, неудачно, конечно, все развивается пока для Морозевича. Он играет вдвое медленнее и, похоже, в полтора раза хуже. Вот теперь перевес черных как-то выкристаллизовывается. О, вот оно. Если конь Д5 не выигрывает сразу, да? Молодец. Так и надо. Когда что-то не так, ну что? А есть какая-то угроза-то? Допустим, сыграл А5. Какая угроза? Ну, это никак. А, комбит Ф6 и ФЕ. Вот, комбит Ф6 и ферз бит Ф6. И там ФЕ пробивается. Это очень красивый ход. Конь Х5. Конь Х5. Вот это, да, резонное замечание. Резонное. На ЖТ это все-таки висит. Потому что на ладе Ф3 уже съедим. Да. И пешка Е4 связана. Да, да, да. Что-то я хода за белых не вижу. Может, Ф6 все-таки. И ладно. Ф6, король А8. Ну и как-нибудь пытаться, да. Ну его с конь Ж3, конь Ф1 как-то ферзь едет. А, то есть качество отдать, да? Нет. Там, конечно, слишком все. Удар по воде, похоже, конь Д5 получился, да? Ну что ж такое. Ф6, конь Е7 как-нибудь нет? Ладья Е3. А, вот это правильно, кстати. Видишь, теперь ладья на Е3 не подвисает, и это дает черную. А вот А5. Что опять? Ну и А5. Зато можно перекрутиться. На С3, может быть. Как-то перекрутиться. На С3, А4 и конь там будет провисать, да? Слон должен на этой диагонали оставаться. Уже, правда, можно будет на Д5 взять дважды, два раза. Шесть. Вот, все-таки как-то. А, интересно, ладья Ф5 нигде. Ладья Ф5. Ну, Саша, да. Ну, это так, это жутко. Ну, просто... Не, ладья Ф5 прекрасный ход, ферзь бьет Б2, я бы ответил на это. Нет, нет. Там Ж3. Да, ладья Ф5, это ж под сколько боев ты подставляешь? Ферзь бьет Б2, да. Ну, видишь, какой компьютерный хлад в игре Карлсон. Угрожает, кстати, А4 просто. Ну, конь Е7. Да, ничего. Сейчас надо как-то... И на Б5 взял, да? Ну, там на Ф6, тяжелее, пешка потеряется. Ну, после слона А8 я бы отошел. А8? Конечно. А что? Слон должен работать, конечно. Комби-то Ф6. Вообще безнадежно в белых позициях, если я не зеваю мат. Е5 какой-нибудь там, нет? Ферзь бьет Б2 все-таки. О, Е5. Е5, конь Д5. Да, вот Е5, правильно. Правильно. Там, правда, ладья теряется. Ферзь Ж5. Нет, сначала надо на Ферзя перевести. Ферзь Ж5 и на король Ж7 какой-нибудь, тогда уже Е5. А если конь Ж8 сейчас? Ну... Все же хорошо не бывает. Ух ты. Ну, Ферзь Е5, похоже, сдаться. Ферзь Е6 где-нибудь. Ну, Ферзь Е5 это консолидирующий ход. Ну, Ферзь Е5 и Д5 и как-то... Ладья бьет Ф7. Ладья Ф7. Конь Ж6. Ферзь Д8. Ферзь А8. Конь Ж3 в конце варианта. Итак, конь Ж6. Нет, не проходит. Ну, все равно, Саша, это будет интересно. Ну, красиво, конечно. Ладья Ф7, браво. Надо брать. А, нет, подождите, конь Ж6 же вилка. Вилка просто. А, Ферзь же выбивается. Ура. Что ура? Ферзь Х5 есть ход. Подожди. Ферзь H5. Ну... Ну, не все сразу. Значит, надо дальше. Ферзь H5, ладья бьет Е4. Ну, где-то ладья Ф8 может быть в промежутке, да? Да. Ладья Е4. Нет, ладья Е4, ладья бьет Ф7. Блестяще. Просто обыгрываем карцем. Ладья Е4, ладья Е7. Конь Ж6 и Ферзь Д8. Тут что-то есть. Итак, Ферзь H5, ладья Е8, ладья Е8. Чувствую, тут есть что-то. Ладья Е4. Нет, Ферзь H5, может быть, все-таки ладья бьет Е4. Но ладья Е7, конь Ж6. Шах. И Ферзь бьет Д8. Нет, нет. Вот ты говоришь ладья Е4. Я просто взял на А4. Ладья Е8. Ладья Е8, ладья бьет H4. И конь уйдет оттуда? Коми Ж6 угрожает. Ага, прекрасно. Ну что, вечный шаг, кажется. Испугался. Испугался Магнус. А, страшно стало. Вот как мы засушили его. Ничего сделать не может. Да, но ничего, к сожалению. Да. Так, 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 покажите носочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Нервно, нервно. Нервно, нервно, да. Ну крутит пешку не текучно. Как-нибудь нет. Что тут, конечно? Смотрите, за 26 секунд трудно что-нибудь понять. Сложно. Ой, сложно, сложно. Но придется на ничего соглашаться. Давай, соглашайся. О! Ладья Е1. Никаких. Взял-взял ладья бьет F7. И конь Ж6. И все. И шаг на H4. Нельзя брать на Ж6. Так, и две ладьи, ферзь, конь. Так, конь на Ж6 стоит. Ладья F1 угрожает. Ладья F1 и конь Ж3. Ох, вот это он не учел. Вот это конец. Ферзь H4 или ферзь А5. Правильно? Нет, конец. Ферзь и конь сейчас будут крутить. Ай, какой Сергеич Александр. Ах, как бы открутить. Так. Все. Все. Все начинается сначала. Да, партия только начинается. Продолжается. Продолжается. Борьба Карлеш 8. Хочется сделать укрепляющий ход. Ферзь А4. Слон на БТ умер, но слон на А8 тоже, кстати говоря. Так. Все. Карстон проиграет. Он очень нервничает и времени уже меньше. Шаманишь. Шаманишь, матушка. Так, а что? Ферзя надо держать поближе к вражескому королю. Это правильно. Ферзь А4. Ах, не пустили. Конь G5. Съел и пешка пошла. Е4, да? Ферзь А6 и король живущий. Король живущий. А конь бьет А7, то что-то должно быть. Конь бьет А7. Сразу? А, нет. Нет. Владяжи А7. Вот Е3 угрожает. Страшно угроза. Слушай, что делать? Говорят, что ферзь и конь – это волшебная комбинация. А где? А где? Странно, почему не Е3 сыграл? Я что-то не очень понял. Ферзь А4 и король ошелся. Нет. Не проиграет. Он блестяще играет. Да. Конечно. Вот мы бы с тобой проиграли бы эту позицию уже раз пять. Да. Попытка поставить вечный шаг, видно. Как нервничает Мразевич. Ну как? Просто ужас какой-то. Руки просто дрожат. Ну король РЖ8, и что? Он РЖ8. И, к сожалению, на Ферзь А5 выигрывает сразу Владяжи А7. Конь А6 мат угрожает. Угрожает конь А6 мат. Вот оно. Верзь и конь. Опа. Аж пять. Сдался. Фантастика. А что все, да? Аж пять, конь бьет Е7 шаг. Гениально. Да. Я же сказала, что выиграет, правда? Да. Скажем честно, мы почти ничего не поняли в этой партии, но поняли отдельные моменты. Но даже этого нам хватило... Мы поняли отдельные моменты? Поняли отдельные моменты? Даже этого нам хватило для большого удовольствия. Но Мразевич проявил хват. Вот эта партия. Мы наконец-то отгадали. Отгадали. Вот это блиц. Может быть надо смотреть Мразевича до самого конца? То есть он сейчас поймал. Крамник Мразевич, следующая партия. Я думаю, да. А, Крамник Мразевич обязательно будем смотреть. Мы продолжаем. Идем на перерыв и ждем партии Крамника Мразевича. Хорошо... Яächли curveку. В Edwards тебя прошу, Which Ilyssa ты вообще perspectives про anys. Об rug природы,